Перемен требуют наши села. Развитием Нельминова Носа займется специально созданная рабочая группа. Такое решение было принято во время визита делегации округа в национальный поселок. Малый бизнес привлекут к формированию комфортной городской среды. Такое поручение дано регионам федеральным проектным офисам. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Развитием двух национальных поселков Нельминова Носа и Бугрино займется специально созданная рабочая группа. Такое решение озвучил глава региона Игорь Кошин в ходе рабочей поездки в Нельминоз. В состав группы войдут представители муниципальной власти Заполярного района, исполнительной и законодательной ветвей власти Нельминского округа. Им необходимо будет собрать предложения жителей, непосредственно проживающих в поселениях, и представить их уже в июне на высшем совете, чтобы предусмотреть необходимое финансирование в бюджете 2018 года. Из Нельминова Носа репортаж Марии Владимировой. В поселке Нельминоз проживают более 700 жителей. 95 из них посещают школу, более 70 – детский сад. И с каждым годом рождаемость здесь только увеличивается. Поэтому главной проблемой жители национального поселка называют отсутствие современной школы и детского сада. Физминутка в перерыве между рисованием. Ученики первого класса школы-поселка Нельминоз на уроке ИЗО сегодня рисуют машины. Яркие и красочные, как мечты. Мечты о новой школе. Солидарны с ними и педагоги. Если смотреть на будущее прождаемости, то желательно иметь более школу и классы, чтобы были просторные. Конечно, иметь и отдельные компьютерные классы, чтобы детишки могли заниматься. Каждый сам. В школе хорошо? Да. Тепло? Да. Тепло и хорошо только в начальной школе, в одном из двух строений, где сейчас идет образовательный процесс. Здание старшей школы холодов не выдерживает. Это здание начальной школы, оно после капитального ремонта в 2007 году было сделано. Здесь достаточно тепло. Вот старшее здание у нас страдает, у нас на ветрах. Обучение в школе поселка Нельминоз проходит 95 детей. 42 из них в начальной школе, 53 в старшей. Здесь стопроцентная обеспеченность педагогами. Занятие проходит в соответствии со школьной программой. Я главное за главной. Я хочу, чтобы в педе стояла я. Не хочу стоять во льду. Быть хочу я на виду. Ребятишки очень интересные, активные, старательные. Хорошо работают на уроках. Каждый в меру своих возможностей, сил. Но активные ребята. В этом году начальная школа пополнится новыми учениками. Они придут из детского сада. Сейчас дошкольное учреждение, которое посещает 77 детишек, так же, как и школа, располагается в двух зданиях. Но помимо помещений, отмечает заведующая, садику необходим и развивающий материал. Трудности правильно заметили. Как бы с игрушками, с помещениями, с нехваткой помещений. Маленькие помещения. После трех лет дети у нас все ходят в детский сад. Учередь сейчас есть, 21 человек составляет. Решить проблему нехватки площадей как для садика, так и для школы можно только одним способом – строительством нового объекта, который бы объединил в себе оба образовательных учреждения. Я вообще считаю, что это рациональная схема для сельской местности, когда школа и сад находятся в одном здании, имеют одно юридическое лицо. Это правильно. Это и дети с самого маленького возраста начинают привыкать к школе. И я считаю, что нецелесообразно строить два разных здания в одном населенном пункте. Насколько учеников будет рассчитана школа, пока неизвестно. Ориентировочно на 150-170 мест. Главное, что принято решение – объекту быть. Мы договорились о том, что сейчас мы с нашими строителями проработаем вопрос возможностей строительства школы, но школу будем сразу изначально совмещать с детским садом, чтобы это все было в одних зданиях, чтобы была возможность и содержать, и эксплуатировать совместные помещения, где на это будет позволено Роспотребнадзором, потому что тоже есть определенный вопрос. Непростой поселок, очень тяжелые здесь грунты, поэтому строители здесь традиционно мучаются, но мы надеемся, что проблему со школой мы все-таки решим. Вот для этого сейчас я с понедельника буду собирать наших строителей, и я пообещал жителям, что в течение трех недель я им дам полный ответ, когда мы сможем приступить и когда мы всю эту историю сможем закончить. Потому что стройки ради строек нам тоже не хочется. Вы знаете, у нас есть еще одна наболевшая проблема округа, когда мы делаем гигантские проекты, они были начаты, к сожалению, нет возможности их закончить, нам это не нужно. Мы должны построить и сдать в эксплуатацию только востребованные объекты. Среди объектов, которые будут востребованы в Нельмином Носе и Дом культуры, и Эднокультурный центр, и библиотека. Последняя сейчас располагается в здании бывшей амбулатории. В том году у нас было зарегистрировано 477 человек, хотя у нас фактически проживает 700 с небольшим жителей. И поэтому я считаю, что неплохо для библиотеки. И не бывает такого дня, что в библиотеке не было вообще никого, если только совсем погода плохая. Сами видели, как у нас тут добираться, какие у нас сугробы. Своё здание библиотека получила в 2015 году. До этого книгохранилище ютилось в приспособленных помещениях, в том числе и подвальных. Теперь из проблем осталась протекающая крыша на веранде до отсутствия периодических изданий про охоту и спорт. А спорт в Нельмином Носе любят. Ольга Талеева, боксёр со стажем, тренируется в здании нового ФОКа. Сейчас оттачивать мастерство будет при помощи новой груши, подаренной физкультурному комплексу. Женский пол, не слабый пол. А слабый пол – это гнилые доски. ФОК национального посёлка – это не только спортивный объект, но и единственное место, где проходят массовые мероприятия. На встрече с главой региона Игорем Кошиным жители посёлка задают наболевшие вопросы. Один из них – высокий уровень безработицы. Сейчас в национальном посёлке 25 официально зарегистрированных безработных. Заниматься населением, например, разводить скота – не все люди желают. Во-первых, это хлопотно, да, надо в 5 утра вставать, 4 утра вставать, потом заготавливать корма – это в летний период. У нас ранее скот был при колхозе, было 400 голов. Но проблема будет в том, что пастбище находится на втором берегу. Ну и население надо пострекать, чтобы открывали индивидуальные предпринимательства по рыболовству, по сбору дикоросов. А также надо работу проводить, чтобы кто-то хоть завёл себе коров. Будем работать в этом направлении обязательно. Волнует жителей Нельминого Носа и то, когда в посёлке появится газ и вопросы любительского рыболовства и строительства жилья. Разговор был абсолютно честный. И когда мы говорим, что то, что мы хотим сделать в первую очередь, мы это будем делать. И мы не хотели бы давать пустых обещаний. То, что касается, конечно, есть большая проблема газификации села. Хотя мы взяли на проработку эти вопросы, но они гораздо носят более серьёзный и сложный и финансово ёмкий характер. И поэтому, конечно, мне сейчас кажется, надо выстроить приоритеты и потом поэтапно решать проблемы по мере, как сказать, их значимости. Впрочем, развитие посёлка зависит и от самих жителей. Для этого им необходимо будет внести реальные предложения. Каким они хотят видеть своё поселение и какие рабочие места будут востребованы в национальном посёлке в специально созданную рабочую группу. Эта же группа займётся и проблемами посёлка Бугрино. Все поступившие предложения будут рассмотрены на высшем совете в июне текущего года. Мы договорились с жителем, что от них поступит предложение по решению вопросов, связанных с безработицей. Мне понравилось, что жители очень активны и искренне переживают за свой посёлок, а самое важное – переживают за будущее своих детей. Очень хочется школы, очень хочется новый дом культуры. У нас нет АКЦ, конечно, если нет АКЦ, то и культура у нас падает. Если будет у нас АКЦ, будет новая школа, то, конечно, и будет у нас посёлок жить, процветать будет дальше. Мария Владимирова, Александр Дуркин, телеканал «Север-Нальминос». К формированию комфортной городской среды привлекут малый бизнес. Такое поручение дано регионам, федеральным проектным офисам. Создавать современную городскую инфраструктуру с помощью субъектов местного малого предпринимательства будут и в Ненецком округе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Еремеев на совещании по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» под председательством главы региона Игоря Кошина. Масштабный пятилетний проект по формированию комфортной городской среды уже стартовал во всех регионах России. На благоустройство дворов и парков, общественных территорий и зон отдыха федеральный центр выделит миллиарды рублей. Местные бюджеты софинансируют малую долю расходов. Регионам предстоит грандиозная работа по благоустройству городской среды. Нам необходимо максимально привлечь малый бизнес в округах. Дополнительная работа благоустройства, таких как изеленение, установка ограждений, оборудование велосипедных стоянок, малоархитектурные формы, изготовление этих малых архитектурных форм, при устройстве дворовых проездов, оборудование автомобильных парковок, пешеходных зон, установка детских спортивных площадок. В проекте «Комфортная городская среда» в 2017 году будут участвовать два муниципальных образования – город Нарьинмар и поселок Искатели. Оба муниципалитета уже закончили прием заявок от населения и организации. На Нарьинмаре определились с благоустройством зон отдыха и парков. В 2017 году благоустроят парк «Юбилейный», территорию вблизи ресторана-музея «Тиман», территорию в микрорайонах «Старый аэропорт» и «Лесозавод». Заявления от жителей многоквартирных домов по обустройству дворовых территорий будут рассмотрены на заседании рабочей группы 20 апреля. В Искателе общественное слушание только состоятся. Порядок отбора такой же, как и в городе. Сначала комиссия определит общественные зоны отдыха, затем дворовые территории. В адрес комиссии поступило пять заявок на благоустройство территорий общего пользования. Дворовые территории. Благоустроить дворовую территорию, которая обвиняет в себя 11-м кадет, на квартире по улице Монтажников. Ну, в народе называется «Пентарок». Мы были на этой территории с комиссией. И общественные территории провести реконструкт детской игровой площадки в районе дома 11 по улице Ордарина и Геолога. Между ними находятся Устные, детская игровая площадка в районе дома 3 по улице Строителей. Благоустроить зону отдыха в районе улицы Геолога, дома 12. Благоустроить зону отдыха на Переперске, улице Монтажников, Прилуг, Газовиков. Есть там такой треугольник, мы там уже начали делать. Помочь комиссии в выборе территорий общего пользования могут все жители поселка. На сайте муниципального образования идет онлайн-голосование. Участие в нем приняли порядка 500 жителей-искателей. Отмечу, что инициатива граждан – это основной принцип проекта формирования комфортной городской среды. Она начинается с подачи заявок, контроля за реализацией проекта, непосредственной помощи в благоустройстве своих дворов, а заканчивается ответственным и бережным отношением к тому, что будет создано. Главное то, что жители сами решают, как благоустраивать свой двор, где проложить дорожку, разбить цветник, поставить скамейку или посадить дерево. Глава региона поручил донести эту мысль до населения Неницкого округа. Вот этот проект освещаете по максимуму именно с точки зрения участия населения в принятии решения, где что должно появиться. Вот это очень важно, что население на практике убедилось в том, что мнение большинства реально учитывается. Реально меняется городская среда, реально меняется среда поселковая в данном случае. По словам вице-губернатора Алексея Еремеева, уже в мае в Неницком округе начнутся конкурсные процедуры. К 1 июля должны быть подписаны все контракты на работы по благоустройству. Его результаты жители должны увидеть к 1 сентября. Напомню, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 5 лет. В 2018 году в него войдут и другие муниципалитеты региона. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Христос воскресе, воистину воскресе. Эти слова в светлую Пасху звучали в разных уголках нашей страны. Верующие отметили свой главный православный праздник – Воскресение Христово. В день Светлой Пасхи в окружной столице прошла традиционная специализированная ярмарка. На ней был представлен огромный выбор пасхальной продукции. Радовали гостей различными мастер-классами и задорными песнями. Верующие всего мира отметили главный праздник – Воскресение Христово. В ночь суббота на воскресенье с ударом колокола и песнопением православные совершили крестный ход вокруг Богоявленского храма, после чего продолжили пасхальное торжественное богослужение. По установившейся традиции, накануне Пасхи в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого Поста. В течение всего дня Великой Субботы в церквях и храмах проходит служба. Задолго до полуночи верующие собираются в Богоявленском храме Наринмара в ожидании наступающего пасхального торжества. Ровно в полночь под звон колоколов священнослужители вместе с прихожанами выходят на улицу, чтобы совершить крестный ход. Под пение стихиры и пасхальный звон колоколов верующие обходят храм, после чего Владыка Иаков с радостью приветствует всех собравшихся. Христос воскресе из мертвых, смерть из мертвых поправ, висущем в окрабежь его горьба. За воскреснет Бог и растачатся в родине год. Христос воскресе! Бои с ним воскресе! После крестного хода начинается пасхальное торжественное богослужение. В светлый день Пасхи в Наринмар прибыл священный огонь из храма Господня в Иерусалиме. А накануне Пасхи Наринмарская Мизинская епархия обрела новые святыни. Одна из них – частица мощей патриарха московского и всея Руси Тихона с его иконой, которую Владыка Иаков в преддверии Благовещения осветил на мощах святителя Тихона в московском древнем донском монастыре и доставил в Наринмар. На светлой седнице еще одна святыня, икона с мощами Александра Невского, тоже станет общим достоянием. Она будет изнесена для всеобщего поклонения и во дворице в Богоявленском соборе во второй день Пасхи, потому что 18 апреля есть день совершения славной победы русского воинства, предводительствуемого святым Александром Невским над Тевтонскими рыцарями, когда наша Русь была защищена и спасена подвигом православного воинства. Поздравляю всех с праздником и желаю неоскудивающей, пасхальной, светлой радости, не только в день Светлого Воскресения Христова, но и неотъемлемо во все дни нашей жизни. Расписанные яйца, куличи, пряничные домики и многое другое. В Наринмаре на площади Марате и во Дворце культуры Арктика в день Светлой Пасхи прошла традиционная специализированная ярмарка. Огромный выбор пасхальной продукции, различные мастер-классы, а также задорные песни творческих коллективов все это создавало гостям праздничное настроение. Вот так под звуки хора русской песни «Телевисточные кружева» образцового ансамбля «Лошкарей Ладушки» и молодежного танцевального ансамбля «Сполохи» из Тельвицки все православные Немецкого округа, как и в старорусские времена, отмечают главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христова. А на Пасху мы поем русский народный песок, а сегодня «Ой, ты, утка, ты, утка моя, широко дораспаханная, ой, лёшеньки, лёли-люли, широко дораспаханная». Для детей организаторы подготовили большое разнообразие мастер-классов, а также традиционных для празднования Воскресения Христова игр. Одним из широко распространенных и любимых пасхальных развлечений является катание крашенок или варёных крашеных яиц. «На меткость игра, на быстроту, на реакцию детей, потому что они должны точно попасть яйцом туда, катить сборки и попасть в цель». Очень популярные так называемые «яичные бои» или «чоканье яйцами», как говорят в народе. Это очень простая и забавная игра. Кто-то держит яйцо носиком вверх, а соперник бьёт его носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот продолжает чокаться с другим человеком. «Вот когда я стукался яйцами, я всегда проигрывала. Одно взяло одно яйцо и выигрывало». «Ничего себе! А кого ты выиграл?» «Всех». «Всех одними яйцом победила?» Семилетний Арсений не только отлично играет в пасхальные игры, но и безупречно знает историю светлого праздника. «Сын Бога умер, и он в воскресенье возродился, именно в день Пасхи». Для верующих Пасха – это не только игры, но и окончание Великого Поста, а значит и праздничный столб, а вместе с ним и радость от общения с родными и друзьями. «Петём куличи, красим яйца, собираемся дома, за столом, отмечаем. Ну, прежде всего, наверное, сбор всей семьи вместе, но поскольку у меня большинство семьи в Архангельске, то маленьким кругом своим это здесь есть». С приходом Пасхи православные связывали и окончательную победу весны над зимой и пробуждение природы. И хоть нариенмарцам ощутить долгожданный приход весны не пришлось, атмосфера на ярмарке царила поистине весенняя. Это был обзор основных событий этого дня. Мы следим за развитием событий. Напомню, увидеть наши новости можно на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова